Мы находимся в суде Архангельска, здесь сегодня проходят судебные заседания по поводу митинга и шествия, которые прошли 7 апреля. Александр Лавионов сегодня первый подсудимый, у которого было три заседания, три эпизода. Расскажите, за что вас сегодня судили и что вам? Первый эпизод – это шествие, второй эпизод – это митинг, третий эпизод – это сопротивление при задержании 8 числа. Объясняю, митинг оказался не согласованным якобы, я об этом не знал. Значит, наказание 14 тысяч, слава богу, без ареста, могли дать 15 тысяч. Второй митинг считал, что согласованный на площади Ленина за него. Вот, ну я там на самом деле выступал, значит, охранял как бы сзади Ленина памятника, вот. Вот, но тоже считал, что митинг согласованный, значит, 14 тысяч. Тоже 14 тысяч. Тоже 14 тысяч. Третий. 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 Вышел на пикет 8 числа, 14 часов. Увидел стайку людей, не подумал, что это наши. Встал, пикет одиночный. Ну, с плакатом, да? С сторону, да, с плакатом. С свободу, значит, задержанной. Полиция посоветовалась полчаса, да и меня решили задержать. Значит, задержание было, когда мне стало плохо. В общем, суд это вообще не учел, а в результате штраф 900 рублей. В общем-то, что хочу сказать. Деньги, конечно, для меня большие, но экология дороже. Поэтому я предлагаю подключаться к этому движению. Дальше, наверное, будет все полегче. Примут меры какие-то. И в результате мы должны победить. Или мы погибнем постепенно от отравлений, или победим. У нас другого нет. Александр, скажите, вы будете обжаловать решение суда, которое сегодня было вам озвучено? Обязательно буду обжаловать. Все три, потому что для меня, пенсионера, у которого пенсия 15-6, это большая сумма. В принципе, я думаю, либо мне уменьшат, значит, сумму, либо раскидают по месяцам. Ну, хотя бы тысячи по две, по три в месяц. А может быть, немножко все по-другому пойдет. Спасибо. Спасибо.